Здравствуйте! С гагаринской стартовой площадки Байконура на орбиту отправился транспортный корабль «Прогресс». К Международной космической станции грузовик причалил гораздо быстрее своих предшественников. Вместо двух суток полет занял лишь шесть часов. Горячее лето 2012 года в самом разгаре, в прямом смысле слова. В Сибири и Дальний Восток охвачены пожарами. Каждые полчаса российские спутники передают в Центр оперативного мониторинга Земли информацию с орбиты. На снимках можно увидеть, куда движется огненный смерч. Дым лесных пожаров из Сибири дошел до Америки. Ветром его перенесло через Тихий океан. По словам специалистов, это крупнейшие пожары за всю историю Сибири. Масштабы стихийного бедствия хорошо видны из космоса. Горят почти 20 тысяч гектаров леса. В Красноярском крае, Томской области и республиках Бурятия и Тыва. С каждым днем площади пожаров увеличиваются. На помощь МЧС местным властям и пожарным приходит космический мониторинг. В Москве в научном центре оперативного мониторинга Земли горячей паре не привыкать. Спутники дистанционного зондирования Земли каждые полчаса сообщают о пожароопасной ситуации на планете. На этих изображениях мы можем посмотреть, насколько усиливаются пожары в течение суток. Для показа мы выбрали изображение, снятое в 8.30, 11 часов и 14 часов. Наверное, видно, как силы пожара увеличиваются со временем. Специалисты научного центра мониторинга анализируют результаты космической фотосъемки, дополняя их пояснительными надписями. Сами же прекрасно разбираются с картой прямо на экране. Точки — это очаги пожаров, характерные конусы — стелящийся дым. Здесь охвачена зона Томской области и Красноярского края. Сейчас мы увеличим эти зоны, чтобы более детально посмотреть, как они выглядят. Сегодня на орбите работают три российских аппарата дистанционного зондирования — «Метеор», «Электро-Л» и «Ресурс-ДК». На стадии летных испытаний недавно запущены спутники «Конопус» и белорусский космический аппарат. Судя по заявкам, и мы в течение всего этого года наблюдаем все-таки дефицит космической информации. То, что новые космические аппараты запустили и планируется к запуску космический аппарат «Ресурс-П», добавит существенной информации. И мы надеемся, что в основном запросы наших российских потребителей, прежде всего государственных, будут в достаточной мере удовлетворены. Конечно, космический мониторинг потушить пожары не в силах, однако предупрежден, значит вооружен. 6 августа 1961 года корабль «Восток» под управлением космонавта Германа Титова впервые совершил вокруг Земли 17 витков. Если полет Гагарина был прорывом в космос, то полет Титова — проверкой человеческих возможностей жить и работать в невесомости. Герман Титов был самым молодым в первом звездном отряде. Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза, летчиком-космонавтом-майором-товарищем Титовым Германом Степановичем. Август 1961 года. Еще не прошел восторг после полета Юрия Гагарина как новая победа. Впервые космонавт на орбите прожил полноценный день. Ел, работал, спал. И не просто спал, а проспал. На сон космонавту номер два Герману Титову полагалось 8 часов. Он проснулся на полчаса позже. Потом даже появился анекдот. Почему Титов проспал в космосе? Потому что у него на борту не было будильника Юрия Ивановского завода. Об этом мало кто знает, но по плану Герман Титов должен был в космосе провести 7 часов, а это 3-4 витка вокруг Земли. На большее отпускать космонавта медики опасались. Никто не знал, как невесомость повлияет на самочувствие. Один виток, который совершил Юрий Гагарин, большой информации не дал. А многочисленные эксперименты на собаках показали, длительные полеты животные переносят плохо. Однако Королёв настоял. Космос надо осваивать широкими шагами. Ведь такое колоссальное увеличение продолжительности полета в страну незнаемую, неизвестную, что такое невесомость, это скачок колоссальный. Самый молодой космонавт первого отряда Герман Титов провел на орбите 25 часов. Он впервые управлял кораблем и снимал на кинокамеру нашу планету. Но самое главное, Титов первым понял, что такое невесомость. На седьмом витке от головокружения, тошноты, ему стало совсем плохо. Было принято очень правильное решение. Мы попросили его, значит, ну вместе с медиками, конечно, закрыть глаза и лежать неподвижно, не двигаться. Он закрыл глаза и не двигался, один виток. И прилетает, и опять, ну, как я говорю, в шутку зачирикал. Именно за эту важную информацию для ученых Титову не раз приходилось слышать свой адрес упреки. Мол, слабак. Он откровенно рассказал о своем самочувствии в полете. Для этого нужно было обладать этим мужеством и интеллигентностью. В списке космонавтов Герман Титов значится вторым. Но тогда, в 60-е, в прессе его называли первым орбитальным жителем. Именно после его полета на орбите начались настоящие эксперименты. Титов доказал, в космосе можно и жить, и работать. Когда сделали этот вывод, медики придумали страшно много различных тренажеров, агрегатов, всего. И мы начали тренироваться. И примерно через 8 месяцев мы тренировали вестибулярный аппарат настолько, что мы вообще перестали реагировать на любые раздражители. И тогда доложили о том, что мы готовы сразиться опять с невесомостью. Вахты современных космонавтов полгода. Хотя можно и дольше. Космонавт Валерий Поляков на станции «Мир» проработал рекордных 437 суток. Впереди у землян долгие экспедиции на Марс и строительство лунных баз. Полеты станут все более длительными. А всему этому положил начало Герман Титов, первый житель космоса. Благодарю за позывание. Гости и здоровы, дорогие товарищи. Гости и здоровы. 6 августа может войти в историю межпланетных исследований. В этот день произойдет посадка на Красную планету американского марсохода. До Марса научная лаборатория НАСА летела почти год. Перед марсоходом стоит задача – узнать о климате и геологии Красной планеты. И самое главное – ответить на вопрос, который мучает человечество уже не одно десятилетие – так есть ли жизнь на Марсе? На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.